Ребята, всем добрый вечер! Я на кухне с плохим освещением, а это значит, что у нас с вами начинаются 24 часа чтения. Я так давно ждала этого момента, потому что не было возможности, как обычно, и после переезда мне так хотелось поделиться с вами новыми местами, вообще новую квартиру вам показать, наш новый быт, потому что, ну, режим тот же самый, но просто в другие места мы ходим, абсолютно другой вид из окна. Я так хотела с вами этим поделиться, потому что нам здесь просто ужасно нравится. Надеюсь, что вам будет точно так же уютно на новом месте смотреть видео, поэтому я решила, что 24 часа чтения — это просто лучший вариант, чтобы все вам показать и, конечно же, побольше почитать. У нас здесь в шаговой доступности кофеварка, мой старый экран от телефона, надо его попросить, и покажу сейчас вам здесь книги, которые мы выберем. Я понятия не имею, что я хочу читать. Книг мало, потому что они все у нас, еще не разобраны в коробках. Здесь либо новые книги, либо те, которые я хотя бы немножко отобрала, поэтому с вами будем потихонечку выбирать. Сразу же поделюсь своими планами, какие у нас с вами, точнее, нашими планами. Сегодня, сейчас сколько времени? Сейчас 20-26. Мы с вами читаем до утра, потом идем утром пить кофе, а потом днем мы едем с вами в город куда-нибудь тоже читать. Естественно, только читать, только пить кофе. Это все, что мы с вами будем делать 24 часа. Естественно, без сна. Абсолютно без сна. Все на это читаю. Давайте покажу, какие книжки у меня здесь есть и что мы выберем. Я, кстати, хочу сделать вообще рум-тур, по квартире вас поводить, но это мы с вами уже сделаем завтра. Покажу вообще, как у нас все располагается. Уже Иерамир утром проснется, и мы с вами будем гулять. А сегодня вы видите пока кухню, но тоже я потом покажу. Сначала книги. Приперла я, в общем, сюда тележечку, взяла с собой стикеры, даже нашла, взяла с собой ручку, если понадобится что-то подчеркивать, а все остальное сейчас с вами посмотрим. Самый главный мой помощник, если я сегодня решу лежать и читать, это электронная книжка с подсветкой, уже показывала вам. Так, я покажу сразу же, что я хочу читать. Все остальное, наверное, вот так вот она все-таки стояла у меня в комнате, когда я ее складывала. Так, что из этих книг я вообще хочу читать? Из этой стопочки у меня новинка от Popcorn Books. Вот ее отложим, остальное не на это. Есть два триллера, потому что я предполагаю, что буду засыпать ночью и хочу хоть что-нибудь такое очень динамичное. Два триллера и классический детектив. Не знаю, насколько классический детектив будет хорошо идти ночью, насколько бодро, но как вариант. Книга, которая, скорее всего, будет прочитана, потому что я ее откладываю из года в год. Все время беру в марафон, потому что она небольшая, но никак не беру. Я должна это сделать. Хамнен про сына Шекспира. Дальше уже, кстати, то, что я не так сильно хочу читать. Во-первых, это «Отчаяние» Набокова. Хочу, но не то, что прям это в первую очередь, хотя, в принципе, уже захотела. У меня тут еще топор новиночки, потом покажу. О, там еще одна книжка я вижу. Это «Будь у меня твое лицо». Тут что-то про судьбы четырех женщин, по-моему, и не знаю подробностей. Вот это я новинку увидела, посмотрела отзывы, мне очень понравились, заинтересовали. Решила взять и вот попробуем с вами поэкспериментировать. Так, дальше у нас тут еще японская книжка. Это «История нескольких встреч молодого парня с девушкой». Тоже меня заинтересовала такая легкая, любовная должна быть история. Тем более атмосфера японская, очень интересная. «Кинг», но вряд ли. Не будем «Кинга» даже брать, потому что он толстенький, а я не хочу кусками читать. И вру... А, нет, вот еще. «Жало белого города». Нашла в фикс-прайсе у нас. Это прям счастье. И еще, кстати, совсем крайний случай, не совсем хочу его сейчас читать. Это «Шолох». Ну, пускай она лежит, потому что, в принципе, не очень я хочу. Давайте разбираться вот с этой стопочкой. И вот самое интересное, что я из этого всего... Хочу читать не триллеры, как я планировала с самого начала, не «Кентану». Не знаю, что я хочу читать. Это очень сложно. А давайте мы с вами возьмем, будем непредсказуемыми, возьмем то, что, естественно, мне меньше всего хочется. Ричард Йейтс. «Дорога перемен». Все. Назад дороги нет. Мы должны тебя прочитать. Слышишь, Йейтс? Я это сделаю. Спустя три года я это сделаю. Кстати, смотрите, какая трелесть из фикс-прайса мне помогает снимать. Даже тут, наверное... О! Вот она с такими диодами. Она у меня уже изначально бракованная какая-то. Но... Так. Включаем. Очень помогает. Она реально прям кольцевой свет. Силы такой. Итак, о чем рассказывает эта книга? Здесь есть супружеская пара, которые живут скучнейшей жизнью. Он работает в большой нью-йоркской фирме. Она живет дома с детьми. И они устали от быта, от скуки. И им предоставляется шанс уехать в Париж и начать все с чистого листа. Кстати, меня интересуют такие любовные истории, когда супружеская пара, которые никаких там новых людей не вводят. Это просто, если люди, например, устают друг от друга. Вот как они возвращают былые чувства. Возможно, здесь будут былые чувства. Возможно, будут новые люди. Понятия не имею. Но здесь огромное количество восторженных отзывов. И здесь, и внутри. И слышала я хорошие отзывы. Но никак. Я даже начинала читать пару страниц. Вообще же ничего не помню. Помню какой-то театр. Надеюсь, что в этот раз все сложится. Ну, не может не сложиться. Девять часов вечера или сколько? Восемь тридцать восемь. Тут 312 страничек. Очень мало. В любом случае будут дочитывать. Ура! Я это сделаю. Я верю в себя. Я верю в себя. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И думаю, как идеально было бы сейчас лечь в кровать Хотя еще рано Обычно я во столько не ложусь Но когда нужно читать до утра Конечно, кровать выглядит гораздо привлекательнее Поэтому в 10 вечера я буду делать кофе-кофе-кофе-кофе Мужчина вспоминает о том, что он чувствовал к своей жене В самые первые месяцы знакомства И говорит, что сейчас А затем прямо на глазах тот образ растворится И возникнет довольно знакомое, неловкое, мучающееся создание О котором он ежедневно старался забыть Но знал как самого себя Зажатая сухопара женщина Чьи покрасневшие глаза полыхали упреком Чья большая улыбка на поклоне была известна Как собственная стертая нога Как собственная испарина Прокравшаяся под бельем Как собственный кисловатый запах Такое отношение к женщине, с которой ты прожил Интересно, есть ли там любовь? Вот это очень важно Потому что всякое может быть Но есть ли любовь? Писание главного героя Днями Фрэнку, ладному крепкому брюнету С короткой стрижкой, исполнялось 30 Его неброская привлекательность Могла бы заинтересовать рекламного фотографа Пожелавшего изобразить въедливого потребителя Добротных, но недорогих товаров Зачем переплачивать? Сразу же очень яркая картинка этого героя Это есть в сегодняшнем видео, кстати Знаете, это какая-то прямо книжка анти-судьба Одинчаса вечера, без трех минут Семьдесят страниц Тут очень маленький шрифт, на самом деле Поэтому столько мало страниц Сама книжка достаточно объемная Ну, такая средняя Как же это медленно идет Рассказывается здесь у супружеской пари Которая не то что пытается прям спасти от свои отношения Пока здесь не еще в своем городе Но они настолько серые Они настолько недовольны жизнью У них все плохо И по описанию видно, как они не любят вообще Недовольны собой жизнью Потому что все, что описывается вокруг Ну, видно, что оно от третьего лица Но как будто бы через призму этих героев Все равно Вот все люди отвратительные Все люди противные Того-то зубы кривые Те их раздражают С теми невозможно общаться Те какие-то толстые И вот, знаете, мне настолько Такой неприятен стиль жизни Потому что, не знаю Мне кажется, я добрее просто А здесь какие-то они такие злые Злобные, неприятные Я понимаю, что они, возможно, не до конца раскрыты Пока от лица мужа идет Ну, вот большая мужа А его прошлым Он тоже такой неприятный тип Такой, ну, он вроде бы не самовлюбленный Но он прям презирает всех Он плохо относится к своей жене Причем, ну, практически с самого начала Все такое неприятное Вся его молодость неприятная И вот такой осадок книга оставляет Когда представляешь Ди Каприо И Кит Уинслет Конечно, все приобретает новые краски Но вообще сами по себе герои неприятные Я прям уже до последнего держусь Чтобы не бросить ее Пообещала называть ее заранее И поглядываю на шелых Потому что Я не могу так поступить с этой книгой Но с другой стороны Если она уж так прям не нравится Я почитала отзывы Потому что мало ли что-то крутое Потом будет нет Многие говорят, что до конца такое неприятное Там что-то будет в конце Но Какая-то она такая Бэй Что бы вы посоветовали в этой ситуации сделать Менять книжку Два часа я потратила свое время Из этого марафона Может, ее завтра дочитать Сейчас немножечко подумаю и решу В общем, мне кажется, я не пожалею Ричард Йейтс Отправляюсь на полочку Не хочу Не знаю Вообще не хочу его читать Все Не надо так себя мучить И я тут вспомнила, что У меня же здесь есть такая вот красота Всем парням, которых я любила Это же еще интересный Такой любовный роман Где девушка пишет письма Всем парням, которых она любит Ну, вот, складывает их в коробочку И случайно они отправляются Всем по назначению Слушайте, а может, вот это прелесть Но тут трилогия Изомарфона, конечно, смогу успеть Прочитать четыре книги Но будет неинтересно Хотя бы, может быть, одну Или ее Либо то, что сейчас подходит По атмосфере Шолох И как-то привлекает меня Все-таки это фэнтези Может парни оставить на утро А вот эту штучку я как раз успею Прочитать за ночь И она должна быть захватывающей Давайте мы с вами Поближе положим Посмотрим аннотацию Тенави живет в столице колдовства Но напрочь лишилась магии Теперь на ее будущее Можно поставить секрет Спасать странного мальчишку с амнезией Получать работу ловчей Это где? Да, чужестранцев Предстоит искать убийцу На магии светлины не сошел С новой знакомства и так далее Ничего не понятно Я, в принципе, изначально не хотела ее читать Но Эви Прямо очень советовала Магия Тайны То, что нужно для ночи, я считаю Мне очень жалко потраченных двух часов Но я поняла, что я сейчас буду Досиживать ночь Просто мечтая Поскорее закончить книгу И чтобы она поскорее прошла И не вдумываться Это прям отвратительно, я считаю Поэтому возьмем в шоу Надеюсь, ее не придется бросать Я побольше уверена Так что фэнтези Подростковая фэнтези Русский автор, по-моему Антонина, да Пусть эта книжка будет классной Начало мне сразу же уже атмосферно Дважды в месяц На новую, на полную луну Все жители Шолоха Крепко запирают двери своих домов В это время смутные тени В темно-зеленых одеждах Выходят в лес Их неясные лица Под глубокими капюшонами Дышат золотом старинных габелленов А ярко-оранжевые фонари освещают им путь В такие ночи Шолох Станица лесного королевства Безраздельно отдан духом Отлично Про город, ночь, духов То, что нужно Вы посчитайте меня странной 23.36 И я не могу читать Шолох Как она написана Это для меня пока Вот на этих первых Там я не сколько прочитала Странец 10, наверное Написано как Книжки типа Тани Гротор Знаете, которые были классно В 10-12 лет Но которые сейчас Ты с восхищением читать не будешь Поэтому Даже ради атмосферы Я не готова Там атмосферы тем более Никакой нету Напомню, что такое Совсем очень детское Как Не знаю, вот реально Таня Гротор Только для Тани Гротор Для меня это что-то Очень приятное А тут Он там дрых Он там прикольный Знаете, такой Йоу Мы крутые парни Я не могу это читать Извините Я бросаю вторую книжку За марафон Я хоть раз в марафоне Бросала книги Я вообще редко бросаю книги Все, до свидания Шолох Вообще никак И я решила Что в этот раз Все, хватит экспериментов Скорее всего Мне понравится Вот эта книжка Благодаря встрече С тобой Семь свиданий Которые изменили мою жизнь Здесь парень Рассказывает о семи встречах С девушкой Просто романтическая Такая книжка Все Она небольшая Но я как-то Японским авторам Очень доверяю Мне очень нравится Их стиль повествования Пожалуйста Пусть третья Будет хорошая И, кстати, по-моему Это основано на реальных событиях Тем более Разбамбора Да, по-моему Реальная история Уж если эта книжка Мне не зайдет Я уже не знаю Бросать марафон Это вообще интересно Смотреть марафон В котором бросаются книжки Такой Треть Чептер Тек За 24 часа Я, кстати, уже, наверное Пойду Лежать В комнате С электронной книжкой Вроде есть Но в электронном варианте Я ее скачаю сейчас И буду же С подсветочкой Читать Ну, буду Периодически Подключаться Подходить сюда Надеюсь, хотя бы Половину книги Я прочитаю И смогу же К вам подключиться Прийти рассказать А до этого момента Не буду ничего говорить Пойду читать Старательно Внимательно Субтитры сделал DimaTorzok Вероятно Вы меня сейчас побьете Нет, я не собираюсь бросать эту книжку Я буду дочитывать Потому что Прочитала 60 страничек Это прям мгновенно читается Ну, прям очень быстро Рассказывается здесь о парне Который встречает В 17 лет девушку Она приходит к книжному магазин Которому он работает И она начинает ему помогать Найти свое место в жизни Скажем так Она такая мечта Читательница Целеустремленная А он пока не знает Чем он хочет заниматься И вот Эта книга Похожа на очень Такую мотивационную книгу Я терпеть не могу Мотивационные книги Потому что там Из пустого в порожнее Переливают И вот здесь Первая глава Что нужно сделать Это составить Список желаний И я вам покажу Мотивационную Мотивационную бизнес-литературу Мечты В общем терпеть не могу Терпеть немного Такое Но кстати Очень красиво оформлена книжка Она маленькая Но такая симпатичная Очень Дочитала я книжку, ребят Сейчас половина второго Мало времени прошло Потому что Книжка очень быстро читается Она такая Совсем маленькая И знаете Мне понравилось Но не то что прям очень Вот эти советы Конечно были лишними В общем Здесь продолжает Рассказываться О встречах Вот о семи встречах Нашего главного героя С этой девушкой С которой он Случайно встречается И вот как они общаются И вот эти советы Которые она ему дает Они конечно Невероятно банальные Там знаете Типа Будь благодарен За каждый свой день Цени Все что имеешь Действуй каждый день Все для своей мечты И так далее Ну то есть Совершенно банальнейшее И я думала Что все Я сейчас буду ругаться И опять Как мне не повезло С книжками Но Потом здесь Вклинивается история Реально вот этих людей Их отношений И вообще Их история жизненная И там Были моменты Когда я готова была Даже проследить То есть такая Грустная Трогательная история Прям чудесная То что она реальная Особенно Как-то впечатляет На самом деле Все что происходило Хорошая история Но Я бы наверное Ее сделала Не такой вот реалистичной С этими советами Я бы сделала Конкретную историю Вот этих людей Вот то что Именно меня зацепила Сама история Их отношений И взаимодействия И сделала из нее Огромную книгу А вот эти встречи Я бы видоизменила И не советую Сделать такими Этими Мотивирующими А просто Какие-то разговоры Какие-то походы Какие-то их совместные Не знаю Приключения Что угодно Но вот Очень удешевили Они книгу А там было бы прикольно Я прям представляла Насколько это круто Будет для экранизации Вот эту книгу Экранизировать историю Мне кажется Прям всем бы понравилось Не буду Говорить На что эта книга Похожа Потому что Сразу будет понятно Но Очень милая Трогательная История Но я и знаете Что поняла Что Она очень наивная И Наверное Все-таки Еще огромное дело В менталитете Потому что Японский менталитет Ну В корне Отличается от нашего Во-первых Уровень жизни В Японии Он очень высокий И Люди Которые живут С таким уровнем жизни Они могут себе позволить Быть когда-то наивными Когда-то сказать Что деньги не главное Например Нет Деньги в принципе Не главное Но вот в плане того Что Там был такой совет Пробуйте поработать Даже бесплатно Потому что самое важное Это Деньги Там благодарность Ну это там Ну это вот Грубо говоря Там нет Имеется Ну вот Суть Ну так Когда мне это имеется в виду Там имеется в виду Что Как бы Думая о благодарности Человека А не о деньгах Что вы за это получите Вы будете С большей душой К этому относиться Ну такие Банально Да Но Трогательные Милые В общем Очень неплохая история Но сейчас нужно Что-то выбрать Конкретно Динамичное Я уже Кстати Пожалела Что я не взяла Сюда ремарк Не нашла Потому что В нем я прям уверена А вот в остальных Книжках я вообще Ни капельки не уверена Читаю Вот самый близкий враг Вообще не уверена По отзывам Разве что Последний снег Брать летом Такую зимнюю книжку Но она зато Будет точно динамичная С ней я конечно Не усну Потому что Жбло второго ночи Конечно Нужно что-то триллерное Слушайте У меня же есть Жало белого города А это еще интереснее Смотрите Тут маньяк Который убивал жителей Убивает жителей Украшает символами тела В общем Маньяк Который убивает По типу Предыдущих преступлений Которые были совершены 20 лет назад Но тут человек Уже сидит в тюрьме И интересно Это его последователи Или невиновные За решеткой Вот И еще Оказывает этот город Реально описывается С реальными кофейнями Смотрите Подробные описания Улиц, кафе И достопримечательностей Из этой книги Легли в основу Реальных тематических Экскурсий По белому городу Которые сейчас проводятся Под эгидой Муниципалитета Витории Посмотрите Какая красота Ого Экранизирован Netflix И бестселлер Испании А давайте-ка Мы вот это возьмем Прочитала я одну главу пока Сколько это всего лишь пока Только начала 25 страничек И здесь описывается просто Место преступления Жертвы пока Два молодых человека То есть парень и девушка Лежат друг напротив друга И они Руки их лежат друг у друга на щеках Убиты непонятно как Потому что вообще никаких следов Ни крови Вообще ничего нету Непонятно как произошла смерть И единственное Что понятно Почему здесь хотя пчелка На обложке Видимо она прям Вообще огромное значение Будет иметь Потому что у мертвого парня Изо рта вылетела пчела То есть У него был закрыт рот Плотно И когда полицейские Там открывали Все звучали Вылетела пчела изо рта И непонятно С помощью ее Было совершено С помощью нее С помощью ее Было совершено убийство Или нет Поэтому будем все узнавать Единственное Вот что мне непонятно Убийца В общем 20 лет назад Происходили похожие преступления В точно такой же позе Лежали убиты Их там по-моему Отравили И сейчас будут узнавать Точно ли этих Также отравили И так далее И вот первая мысль У полицейских Что это тот же человек Убивать Типа как он может Находиться в тюрьме И убивать Спустя 20 лет Типа как он может В двух местах находиться Неужели посадили невиновного У меня первая мысль Что просто Есть подражатель Да Там говорится Что следов нету Профессиональный убийца И так далее Но почему первая мысль Что это тот человек Как-то ну Оригинальный убийца Жутко звучит Почему не подражатель Почему не копия 20 лет как раз готовился Ну непонятно Для меня там прям Все в шоке Что это тот же человек Что посидели невиновного И так далее Вот Явно же подражатель И еще Классный момент Здесь описывается Этот город Прям подробно Как они шли к собору Как арка выглядела Мне кажется Атмосфера будет Очень крутая Здесь упоминается Кен Фоллит И его Книга Где он описывал Тот же собор В котором произошли Убийства Вот в этой книге Поэтому мне как-то Давно я хотела Прочитать Фоллита Но все никак Не соберусь Такие жирненькие книжки Тем более там По-моему Большие серии Непонятно с чего начинать В общем Когда-нибудь разберусь Фоллита тоже хочу Прочитать Тем более Там действия в соборе В старом происходит Вот здесь убийства В соборе Там произошли Я вообще Почему ком подключилась Могла бы попозже Наверное Но я понятно Сейчас не буду А Кстати Самое важное Я вам не сказала В самом начале книги Речь идет От лица полицейского Который расследует Эти преступления Вот сейчас Спустя два Спустя месяц После Того Как они нашли Вот эти тела И Полицейского Этого убили И он говорит От его лица Идет повествование Он говорит Вот Какая неловкая Как бы ситуация Стать последней жертвой Серийного убийцы На которого он охотился С этого лица Прикольно Такой прием интересный Посмотрим Что там будет Я почему подключилась Потому что я очень хочу Йогуртов Я накупила Классных йогуртов Пойду открывать Есть и читать дальше Сколько сейчас Кстати Два часа Двадцать Две Минутки Один съела Жене не покажу Вот этот классный С вишней Маскарпоне Есть еще Данисимо Тоже такой же Творожный С шоколадом По-моему Фундуком И вербеной Там вербена Не особо чувствуется Но сам вкус Классный Но этот тоже вкусненький Три часа Сорок три минуты А Лера Смотрите Шестьдесят шесть страничек Вот мне кажется Я вот эту книжку Дочитаю сегодня И все Я хотела еще одну Ну я надеюсь Три у меня за сегодня Удастся прочитать Потому что Скорость конечно Не знаю Так расслабленно Как-то читаю Очень медленно Получается Уже скоро рассвет А я еще только Вторую книжечку Конечно Много времени потеряла На вот таких вот Товарищей Жалко Поведок у меня Конечно Еще тут Интересно На улице В это время Светлеет уже Или нет В августе Нет Ой Даже не фокусируется И в помине Не светлеет Нас Должен спасти Сырок С добрым утром Всех Шесть утра Я проснулась Знаете Самым ужасным решением Было Лечь спать Не речь спать Лечь в 4 30 Где-то С книжкой В кровать Я думаю Ну лежа Почитаю Почитала Я просто Не заметила Которую билась Я даже Знаете Бывает Засыпаешь Хоть как-то Замечаешь Я вообще Не замечала То есть После 4 Утра Уже Становится Очень сложно Полтора Часа Выпало Из моей Читовицкой Жизни Но я не думаю Чтобы они Сильно Меня спасли Эти полтора Часа Потому что Я остановилась На 82 Страничке Постепенно Продолжается Наше Расследование Оказывается У нашего Преступника Утрости В тюрьме Есть брат Близнец И этот Брат Близнец Это в самом Начале Рассказывается Вам забыла Об этом Рассказать Этот брат Близнец Полицейский Именно он Посадил своего Брата За решетку Вот Так что С этим братом Я уверена Рассказывала Одно Про брата Близнеца Уже не помню В общем Не важно Думаю С этим братом Тоже Будет многое Связано Естественно Мы подозреваем Что это он И там Сразу же Об этом в книге Говорится Мало ли Это он Все-таки Продолжает убивать Там продолжается Убийство По тому же методу Вот И пчелы Причастны К смерти С помощью Сейчас Яромир проснулся И мы потихоньку Начинаем Наше утро Будем сейчас Кое-как Готовить завтрак Просыпаться Вот сейчас Я точно Выпью кофе В общем Кофе не помогает Ночью никак Надо было Может колу взять Какую-то Или чай зеленый Я не знаю Будем просыпаться И читать книжку Дальше Блин Жало белого города Почему ты Надолго У меня так затягиваешься Сколько я читаю Часов с двух Наверное Да Сколько времени Ну ладно Но Зато Надеюсь Это будет Стоить того Спасибо за субтитры Сегодня Кстати Весь день Обещают Яркое солнышко Дождя не будет Но Все-таки Не жарко 22 градуса Максимум Поэтому Одеться Сегодня Можно будет Наконец-то Адекватно И погулять С вами Яромир и его богатство А скажешь Доброе утро Доброе утро Зрителям Яромирушка Скажи Доброе утро Доброе утро Какой ты хороший Вы Вы Наверное Меня Сейчас Побьете Я Сама Готова Уже Все Бросить На самом Деле Потому Что Ну Я Только Продолжаю 102 Странички Я Прочитала Вот Совсем Чуть Но Мне Не Очень Сильно Нравится Дело В том Что Здесь Очень Мало Внимания Уделяется Детективная Линия Вроде О ней Идет Речь Но Расследование Не Продвигается И Очень Много Отклонений О Семье Нашего Главного Героя Рассказывается Что У него Брат Как он Завязывает Галстуки С кем Он Встречается Какая Там Семья И так Далее Но Не Какие Это Прям Ярким Это Прям Все Подряд Этого Много Какие-то Диалоги Очень Много Описаний Всяких И Не знаю Если бы Это К чему-то Вело По сути Просто Описание Мне Это Не Очень Сильно Нравится Потому Что В них Нет Ничего Особо Поэтичного Просто Автор Много Внимания Уделяет Мелочам Когда Это Именно Поэтично Или Как-то Атмосферно Это Клево Но Тут Такого Нет Даже Когда Наш Герой Выходит На место Преступления Много Внимания Деляется Мемких Зданий Он Проходит Когда Они Были Построены Что Там Было Раньше Опять Не На Атмосферу Акцент Этих Зданий И Старого Такого Города А на Просто Какие-то Факты И Мне Это Не Очень Нравится Слишком Много Лишнего За 100 Странс Я хочу Чтобы Это Было Расследование Расследования Нет Так Я В белом Поэтому Засвечивает Вот Все Нам Пора Выходить На улицу Потому Что Уже Сколько Я давно Сижу С этими Книжками Медленно Продвигаюсь Но Надеюсь Дочитаю Я Кстати Подумала Сейчас Присяду А то рука Болит Старость Все-таки Не радость Я Подумала Что Так Как Я Часов До 12 Я читала Книжки Которые Не Стала Продолжать Может Марафон Продлить До 12 Потому Что Будет Справедливо Начать Читать Посчитать Что Я Начала Читать С С Том Мент Как Я Начала Реально Читать С С С С С Которые Комнаты Это Ужасно Но Раз Обещала Надо Показывать Я Даже На Широкую Уголку Переключилась Вот Наша Входная Дверь Мы Заходим И Прихожая Большая И Самая Классная В прихожей Это то Что Здесь Зеркало В полный Рост Я Могу Наконец-то Фотографироваться И снимать И Кстати Из нашей Комнаты С Яромиром Где Сейчас Видно Это Зеркало То есть Прям Все Видно Такое Зеркало Крутое Я мечтала Чтобы была Такая Большая Комната Потому что У нас Было Зеркало Раньше Тоже В пол В прихожей Но Там Маленькая Прихожая И Невозможно Было Отойти Чтобы Полностью Сфотографироваться Итак Давайте Пойдем С вами Сразу Что У нас Тут Ванная Ванная Вот Такая Ванная Это Счастье Потому что У нас Была Душевая Это Отвратительно Просто Поэтому Мы Здесь Уже Наслаждаемся Вот С вами Я Тоже Здесь Потихонечку Все Приводим В порядок Вот Такая Ванная Туалет Не Самое Интересное Наверное Мое Любимое Место В квартире Это Кухня Во-первых Посмотрите Какая Она Огромная Во-вторых Она Красивая Кстати Цветок Что Ты Делаешь Здесь Когда Должен Быть Здесь Наслаждаться Солнышком Это Мелисса Моя Которая Выращиваю Но Чувство Она Скоро Умрет Вот Такая Кухня Большая Хотим Конечно Заменить Стол На Какой Более Красивый Кругленький Беленький Но Тоже Со Временем Тележка Перекочует В комнату Конечно И Так Сейчас Вот Окно Большое И Барная Стойка Какой Кайф Барная Стойка И Рядышком Кофе И Книжки Которые Тоже Перекочуют Обратно И Вот Такая Кухня У нас Большая Так Проходим Здесь Старенький Шкафчик Стоит Еще Который Ну Совсем Старенький Потом У нас Комната Яромира Пока Мы Здесь Вместе Обитаем Скоро Вот Здесь Нужно Небольшой Ремонт Сделать Здесь Будет Большая Кровата Для Яромира Уже Заказала Ее Пока Что Спим Ремонт Косметические Всякие Штуки Вот Это Его Комнатка Будет Полностью Обустроим Как Следует Уже Но Сейчас Это Самая Жилая Комната Так Здесь Шкаф Самая Жилая И Мы В ней Все Практически Ну Как Мы С Яромиром Обитаем И Люстру Надо Купить На Всякий Случай Скажу Вам Еще Раз У Нас Мы Недавно Переехали Мы Еще Толком Ничего Не Успели Разобрать Поэтому Эти Комнаты Выглядят Конечно Лучше Меня При Таком Блоком Освещении Но Тем Не Менее Комнаты Выглядят Абсолютно Нежилыми Но Мы Прям В процессе Потому Что Изначально Вообще Было Тут Немножечко Совсем Хаос Так Что Потихонечку Приводим В порядок Остальные Две Комнаты В одной Ночует Женя А во второй У нас Склад Поэтому На ваш страх Риск Продолжайте Смотреть Так Это Комната Жени Тоже Она такая Достаточно Большая Вот Здесь Мы Тоже Заказали Уже Кровать Она Едет Двуспальная Наша Женя И такая Огромная А пока Здесь Матрасы Всякие Валяются И все Свернуто И все Склад И здесь Тумбочки И мусор Всякий И там Мусор В общем Комната Пока С мусором И с Задатками Того Что Здесь Будет Двуспальная Кровать Но Самый Ад Начинается Вот Здесь Самая Большая Комната Самая Красивая Но Мы Сюда Сгрузили Прям Все Вещи Поэтому Я Так Менько Вам Покажу Что Там Творится Та 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 Вещи 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 Балкон А Вот Это Это Книги Это Все Книги С Всякими Фотографиями Все Мне Здесь Даже Страшно Находиться Это Прям Самая Захламленная Комната Здесь Именно Неразобранная Коробка С переезда Со всеми Вещами Но Я Вам Покажу Вид С балкона Из Этой Комнатой Она По площади Этой Комнатой Как наша Вся Та Большая Из Однокомнатной Квартиры Здесь Будет Прям Очень Красиво У нас Уже Куча Задумок Будем Постепенно Воплощать В жизнь И Здесь Классный Вид Из Окна Точнее Не Из Окна А Из Балкона Вы Вчера Его Видели Немножечко Дождь Показывала Вот Такая Здесь Красота Обожаю Этот Вид И Это Солнечная Сторона А у Нас Тенек С той Стороны Везде Как-то Вот так Это Все Выглядит Со Временем Буду Снимать Всякие Другие Недели Чтения И так Далее И Будете Смотреть Прям Как Это Все Будет Преобразовываться А пока Нужно Выходить Быстренько На Улицу И Книжку С собой Тоже Берем А Покажи Котя Понтик Красивый Понтик Папе Покажи Тоже Да И Дяде Покажи Как Твое Впечатление От Моего Марфона Никак Женя Всем недоволен Сегодня Маме Покажи Ой И папе Показал Да И маме Ой А мы Хвастаемся Понтиком И дяде Покажи И дяде Показал Да И дяде Показал И дяде Показал И маме С папой Показал Все Пришли мы За кофе И пойдем Гулять Скоро к нам Бабушка Приедет Ты будешь Бабушку дожидаться Или уже Дома будешь Ждать Будешь с нами Гулять Строем Или пойдешь Домой Взяли мы Я взяла Лавандовый Раф Все время Беру Лавандовый Раф Очень вкусный Здесь Женя Прошла в магазин Что-нибудь Вкусненькое Купить И ждем Яромира Полюбила Эти пончики И теперь Без них Вообще Жить не может Яромира Младенец остался с бабушкой, а мы взяли бумажную книжку и сейчас отправляемся куда-нибудь в город. А куда ты хочешь поехать вообще? Я уже не знаю. На Неминку опять? Не знаю, как подумал. Мы потом просто не знаем куда. Я хочу сейчас слушать в аудиоварианте, пока мы будем идти. Женя будет рядышком скучать. А потом мы куда-нибудь поедем просто посидеть, красивые кадры поснимать, чтобы я по максимуму дочитала. У нас есть часа 4, наверное, максимум, пока мама не уезжает. Поэтому мы должны вернуться и успеть побольше прочитать. Приехали в город. Я по шутке немножко засыпаю, но слушаю. Становится интересно. Одна огромная проблема этой книги, что здесь рассуждений, описаний города, всяких там мифов, легенд. Вот всякой вот такой дополнительной информации больше, раз в 500, чем расследований. Мне это раздражает, потому что если ты прям очень увлекаешься историей там Испании, конкретно вот этого городка Витории, тогда да, это будет интересно. Но если ты далек от этого хотя бы немножко, то оно, конечно, подоедает. Разные существа. А что там еще было? Я не помню. В общем, обо всем подряд, что не относятся к делу. Каждый встречный человек практически, их друг, который потом вообще не появится никогда, описывается его там жизнь, его привычки, его проблемы, его семья. В общем, очень много какой-то дополнительной информации. С моего расследования, которое сейчас начало более-менее происходить, потому что мы начали выяснять, кто были эти люди убитые, кого там можно подозревать, с кем там они ссорились и так далее. Вот это, конечно, очень интересно сразу же, но много ненужного. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Просатоник с огуречным сиропом. Тут, кстати, в кофейне в этой, где мы все время побываем, вы по пейзажу видите, всегда есть огуречный сироп, мы его просто обожаем. Субтитры создавал DimaTorzok Пришли в место, где, думали, не будет ветра. Мы нашли идеальное место для чтения. Здесь, во-первых, внизу в самом нету ветра, здесь очень закрыты, вряд ли будут люди. Так что садимся на солнышке и будем читать. Я вон где. Четыре странички всего лишь. Книжка, а ты что? Слышишь, ты исследователь. Там никого нет зато. Это все. Субтитры создавал DimaTorzok и еще вторая сюжетная линия, где действия происходят в 70-х годах. Да, июнь 70-го. 69-70-й год. И там история, пока я не понимаю вообще, как связана с настоящим. И там история непонятно, как связана, но она вот, кстати, очень интересная тоже, захватывающая. Там о девушке, которая избивает муж, и она не может честно поделать, и вся семья об этом в курсе, но они женаты, и как бы ничего никто не может сделать. Вот она его боится, и там появляется врач ее, который в нее влюбляется, вот хочет как-то ей помочь. Тоже очень интересная сюжетная линия. Интересно вообще, как это связано. То есть сколько? 45 лет, 46 прошло, и как-то это повлияет, наверное, на настоящее расследование. В общем, вышли мы из нашего классного места. Реально обалденное место, надо сюда ходить читать. Знаете, почему мы ушли пораньше? Я, кстати, прочитала практически ровно половину. Вы представляете, сколько мы сидели, и я только вот до половины книги дошла. Она очень медленно читается. Здесь, как я уже говорила, видите, вверх пчела здесь рассказывается об убийствах с помощью пчел. И почему мы ушли пораньше? Потому что меня начала атаковать пчела. Женя не трогала. Причем она не просто атаковала, она еще и садилась. Прям на меня кошмар. Один раз сел и прыгнул, второй раз. В общем, это знак. Ты веришь в знаки? Нет, иногда все мухи садились, поэтому... Мухи на меня тоже садились, на Женю тоже. Но пчела, когда я читаю прям эти моменты... На самом деле... Я просто уже жутко боюсь насекомых. Ужасно просто всех. Не то, что боюсь, прям фу. И боюсь тоже. Ужасно. В общем, по поводу расследования... На самом деле, мне все нравится. Здесь вот есть такая, конечно, связь со всякими мелочами. Здесь рассказывается про церковь, про собор какой-то. И со всякими там символами, там малейшими знаками. И как это отражалось в вот этих убийствах. Почему? Кто? Интересно. Именно связь такая есть. Давай я здесь говорю, потому что там будет ветер сейчас. Связь во всем этом есть. Она такая раскрывается. Это очень интересно. Но книгу можно было сделать, наверное, реально в пять раз тоньше. Потому что там прям очень много деталей. Но вот сейчас это уже прекращает так надоедать. Сейчас становится прям интересно. Потому что расследование прям набирает обороты. Мне уже потихоньку нравится. Потому что новые подозреваемые какие-то. Классно. Сначала совсем была раскачка такая долгая. Поэтому половина прочитана. Да, две книги за марафон. Это если дочитаю сегодня. Конечно, не самый классный результат. Но надеюсь, вам интересно это смотреть. А мы потихоньку едем. Нет, нет, нет. Не дам кепку. У меня примялась прическа. Поэтому я не отдам Жене его кепку. Мы купили булок, чтобы идти домой и есть. Чтобы быть, как сами же булки. Смотрите. На богатство. Ребята, мы уже дома. И я прям хорошенько почитала по дороге домой. Хорошенько почитала. 24 часа чтения. Две книжки. Кошмар. В свое управдание скажу, что мы с вами дочитаем Жало Белого Города. И прочитаем еще один комикс ночью. Поэтому 100% вечером. Поэтому оставайтесь со мной. 294-я страничка. И после, наверное, ну половины точно начинается прям... Интерес больше, больше он прям разгорается. И вот сейчас мне невероятно интересно читается. Мне очень нравится как это расследование. И вот эта неторопливость даже сыграла на руку. Очень классно. Так что мне нравится. Буду читать дальше. И уже, наверное, подключусь, чтобы точно вас не томить одной и той же книжкой, когда дочитаю ее уже вечером. Субтитры создавал DimaTorzok И всем добрый вечер. Я подключилась не как обещала, когда уже дочитала. А в процессе... Вот мне осталось сколько страничек? 140. Да. Вот я на 364-й. 145. Мне так нравится все в самом начале, когда было скучно и когда было много всего. Тогда я не думала, что это так сработает. Мне казалось, что это просто скучно и все. Сейчас понимаю, что это привязало к герою, особенно главному, к его судьбе. Поэтому сейчас, конечно, все то, что происходит, это расследование стало более личным. Все там закрутилось, завертелось. Тут и любовные истории. В общем, невероятно интересно. И интересно, насколько непонятно то, что происходит. Потому что, естественно, нам дают подозреваемых. Оказывается, не они. Интересно. Такой классный, на самом деле, детектив пока идет. Тут триллера нету. По крайней мере, я его так не чувствую особо. Это детектив именно. Вот. Но они уже так близки к разгадке. И как раз вот сейчас начинается более жуткое. Мне кажется, будет очень напряженно, особенно в самом конце. Тем более, если вы помните, в самом начале герой рассказывает, что его убили. 16 августа. А у нас, кстати, какое августа? Чекс. Отличная летняя книжка. Август. 11 августа. То есть через 5 дней, получается, герои должны убить. Интересно. Да. Посмотрим, что будет. Я сейчас немножко перекушу и буду дочитывать. Музыка. 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 Ребята, всем доброй ночи. Сейчас 23.15. Я не спала больше 40 часов. Полтора часа утром. Не в счет, но полтора часа за 40 часов. И я сейчас чувствую себя, как будто бы я вот сейчас закончу видео и не дойду до комнаты. Просто упаду где-нибудь по пути и буду спать. Я дочитала. Как ни странно, на восприятие ничего не влияло, надеюсь. Дочитала я жало Белого города. Мне детектив понравился. Мне очень понравилась развязка, потому что это не триллер, где может быть какая-то супер-вау-неожиданная развязка. Я уже говорила, что это обычный детектив, где есть подозреваемый, где есть преступник в итоге. Вот мы его находим. Догадаться до этого человека в принципе можно, но тебе не хочется этим заниматься на самом деле. Потому что очень много персонажей, и каждый может подойти, потому что, естественно, автор придумывает по ходу какие-то сюжетные линии. Ну и ты не понимаешь, к какому персонажу они могут отнестись. То есть придумать можно про кого угодно, поэтому просто подозреваешь по течению, и интересно. Вот тот персонаж, который там имел ко всему отношение, и несколько персонажей, они классны. Ну, не персонажи классны, а ситуация классная. Поэтому в целом книжка мне понравилась. Да, здесь много лишнего. Вот я даже в конце, когда уже всё, вроде разгадка, такой напряжённый момент. И они пока дойдут до этого момента, они успеют описать, как там всё это выглядело, какого цвета, какие мысли были и так далее. То есть много всего. Сам детектив здесь, конечно, мало места занимает, и не так много этого расследования. Но в целом наблюдать было очень интересно, поэтому в принципе могу посоветовать прочитать. И это был самый странный марафон 24 часа чтения. Я прочитала две книги. У меня, по-моему, обычно три или четыре хотя бы. Даже прошлый марафон с Ерамишкой уже он был недавно. Четыре книги. Ой, три. Три. Две, причём одна такая маленькая. Но неважно, всё равно. Хоть что-то, я надеюсь, вам было интересно. Потому что про всю, про одну книгу толком всё время рассказывать не знаю. Поэтому прочитано у нас «Жало Белого города». Благодаря встрече с тобой и попытка пятисотая «Дороги перемен». Сколько я там прочитала? Стринчик пятьдесят? Не помню уже. Не знаю, буду ли я двадцатый шанс этой книги давать. Наверное, стоит дочитать её. И попытка начать читать шёлох, которая абсолютно провалилась. Я не могу воспринимать манёру написания автора. Но, не знаю, вот тоже пока отложу. Но, возможно, потом продолжу всё-таки. Посмотрю чужие отзывы, пойму, что любят. И попробую дать ещё один шанс. Возможно. Так что полный крест не ставлю. Но вот из этих книг обе хорошее. Ну, конечно, «Жало Белого города» намного лучше. То есть её конкретно советую. А благодаря встрече с тобой, ну, просто если хочется чего-то абсолютно, просто скоротать время, не знаю, много можно найти. Ну, как вариант, в принципе, приемлемо, но не вал. А жало очень даже неплохое. Поэтому я покажу такую стопку внушительную, якобы. Вот так это выглядит. Спасибо вам огромное за просмотр. Не знаю, как попрощаться, потому что я думаю о том, как я сейчас лягу спать. Поэтому всем спокойной ночи. И до скорой встречи в новом видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»